Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это партия в Sidmer Civilization VI Gathering Storm за Екатерину Медичи. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. По-хорошему, вот эта вся территория до Тундры должна быть заселена мною. Рейна в Леон прибыла. О, Индия. Индия, привет. Тоже плаваешь где-то, да? Ну, я этот, Нанмандол. Засоюзил? Угу. Понял. Иди, так будем дружить. Снимку обработаю. Ворота не в курсе, если мочихикче строишь на горе, то гора, это бонус соседство убирает, ну, остается или ухудшим он. Ты знаешь, вот ты говорил, а мы все подумали, что-то у тебя на фоне заре за невоспитанный ребенок орет резаным. Тут вообще какая-то... У меня трое детей, да. Не знаю, кто, кто-то один из них красавец, да? Молодец, кстати. Спасибо, что поддерживаешь славян в битве с... С этими... С американцами. Нет, не смотри, ну что, американцы тоже не так уж и много. Со среднеазиатскими народами. Извините, сделаю небольшую паузу, потому что я вот сейчас просматривал это видео и, по-моему, некрасиво прозвучало то, что я сейчас говорил. У человека трое детей, это действительно заслуживает большого уважения. И то, что они там на фоне кричат, это пофигу. То, что он еще при этом находит время поиграть в целу, это очень хорошо. Понятно, что в такой большой семье это нечасто случается. Я не представляю, насколько это тяжело действительно воспитывать троих детей. Так что, если это вот сейчас в видео, то, что я до этого говорил, прозвучало несколько оскорбительно, прошу прощения. Я действительно с большим уважением отношусь к тем людям, у которых есть дети. А если их еще и несколько, это вообще эти люди заслуживают большого уважения и понимания. Ладно. А, нет, бонус не ушел. Ладно. Думаю, может какое-то чудо здесь сделать лучше, но сначала так. Так, чтобы мне открыть, надо как-то убрать быстренько, нет? Нет, тут все. Игипер, тебе далеко до союзов? В оборонительную тактику пойду. Много. Блин, тут садов 15. Будем союз. Вот так попробую пробежать. Если ты город дадите на выбор, пока вообще без зала приемов, конечно, я уже глядя не довезу. Да, но сейчас обстреляет, конечно. Ну, я к тебе уже караванчик, пускай. Они очень сладкие. Ну, ты сам знаешь. Боже, тут еще брендарность. Вы открыли технологию машиностроения. Да, это я хочу. Давайте тогда сначала здесь лесопилки поставим. О, зашибись глюк, смотрите, как выглядит. Давно юниты по левому клику плавают, ходят. Не знаю. Чуть-чуть нажал на какой-то юнит. Может все-таки строить поселенцы? Обазал уже, да. Душу туда. Давайте буду строить поселенцы. Равнина, холмы. Вырублю, наверное, здесь камень. Уже побыстрее будет что-нибудь на Торохоте. Меня кто-то спрашивал, нет? Слона хочу поменять, а то у меня два города еще не в экстазе. Леша, предложение. О, Конго. Нужны киты? Да, давай. Хм. Киряйте Конго. Мы поторгуемся. Будем найти на дачу. Ответное предложение. Напугал мапу, еще видели, он там уже апнулся. О, здесь, смотрите, какой кампус будет хороший тоже. Плюс 3. Отлично. Ну, для Леона. Здесь надо кампус строить за Леон. Потому что раз нам тут города у гор есть, надо это пользоваться и не откладывать. Равнина. Равнина. Давайте пойдем тут вниз. Фермы построим. А в Леоне, конечно, кампус. Может мне в Леон Виктора лучше посадить? Тут как-то мапуче, напряженно выглядит. А Рейну таки в Ля Рошель. Давайте так и сделаем. В Леон, в Леон, в Леон. Так, теперь города у меня везде должны расти. Тут маловато у нас. Так, давайте поселы здесь строим. Я же поставил карточку на поселенцев, да. Теперь можно, наверное, карточку со строителей убрать. Пока у меня строители не строятся особо. Давайте два влияния вернем. И бонус от соседства кампуса. Ей. 41. Смотрим, что у других. Конго 50. 38. Ну, у всех, кстати, выглядит неплохо с наукой. Из-за этого все как-то жаловались, жаловались. Но выглядит так, что у всех как-то так. Нормальная территория. Так, свинок тут не успел обработать. Давайте думать. Этот поселенец. Стоит ли мне его сюда везти? Стоит ли мне как-то здесь вот... Тут вообще место ничего такое. Опа. Блин, забыл про этого скаута. Плохо. Плохо. Ну, я не знаю, Хорды Сакс. Во-первых, где ты собираешься города дальше стать? Во-вторых, вот такой выкуп клеток... Вообще без консультации. Канеры 279. Ну, я не думаю, что тут какие-то проблемы должны быть. Тем более, что я в арбалетах. Что я тебе сделал? Подожди, Хорды Сакс. В каком месте? Не, Хорды Сакс вообще он ставит город через горы, поставил ко мне. То есть, я не думаю, что это его территория. Если ты ниже вот тут дальше не будешь от мамюль-мапу ставить города, то я заключу с тобой дружбу. Давайте, наверное, Амани в хатусу назначу. Ну, что, достаю задолго. Я думаю, хода четыре... Ну, я сначала феодализм открою. Так что побольше. Инвиктор, а у тебя как с союзами? Скоро? Раз, два, три, четыре. У меня еще одну ферму надо. Не допустимо. Обещаю, ниже не селиться. Инвиктор. Должен мне гамма не как-то открыть. Один ход. Я буду делать садиться и все знаешь, кем еще потом. Я чуть-чуть ничего не понял. Он говорит, что для тебя войну. Буду взять один. Говорит, хочет войну тебе объявить. Поэтому не хочет с тобой запас. Я тоже сама я слышал. Да. О, Хардесак, спасибо. Жду. Фоксимиле. Фоксимиле. Подписанное. Интересно, я вижу мечников Лешина, я не нашел Леофуще. Ну, так а в чем дело? А, если я не встретил, считай, так подплыви ближе, чтобы прям... Я не могу, там три ремы стоит, твои квадри ремы. Давайте мы здесь купим в Марселе вообще торговца. Деньги есть. Деньги не проблема. Дальше здесь купим клеточку со свиньями. Короче, я свиной король. Торгую свининой направо и налево. Ну, это, конечно, трюфеля. Ну, мы типа так называемых трюфеля, на самом деле, свинина. Ну, иудеям, видимо, не сможем продать. Я кинул. Не кошерно. Предложение. Я не чураюсь. Отлично. Наторговали свинками. Так, давайте действительно гавань откроем. Все, теперь все вы встали. Теперь в математику, потом в ученичество. Так, а зачем мне математика? Нет, фирма, вообще математика. Давайте, сначала в ученичестве. Нафига мне сейчас мыть, я не педру не собираюсь. Да, сколько до союзов. Не. Так. Бордо. Нет, давайте в Париж. Белозолотые французы. Что за номер? Ну, потому что были одинаковые цвета с кем-то. Ну, это тоже, кстати, одни из национальных цветов, на самом деле. Ого, три квадриремы. А выживу ли я, если я заберу этот? В общем, я, по-моему, как раз против... Нет. Я бы рад подкладывать, но там появилось это. Все, я тебя встретил. Интересно, три квадриремы убьют мечника или нет? А, они еще тебя могут? Конечно. Они и будут, скорее всего, меня атаковать. Так, Леон растет. Бардон. У меня появился посол. Амани я отправил в Хатусу, поэтому... Я просто не знаю, я там уже штуки три точно потопил этих квадрирем. Они все плывут и плывут. Ну что, галеры может построить? Или гавань сначала. Давайте сейчас гавань. Британец. Всех кого-то можно было найти с этой стороны, по-моему, уже нашлись. Ты в союзы выходишь? Говорю еще ходу всем. Но я просто не слышал. Ты будешь заключать в союзе? Я просто смотрю твою армию. Ты нападать на меня? Нет, я барбардонер из. Хочу выйти в золотой век, но у меня, походу, не получится. Бруска, 460 армии, это вряд ли для пары мечников. Два мечника. Норм пары мечников. Не, ну у меня еще морской флот. Я не знаю, как ты смотришь на это. Но я валеры строю. Ну, я вижу мапучий город на воде. Мамюль мапу. О, вот и Египет. Да. Блин, 4 квадриремы проатаковало моего мечника. 4. Не убили. Сволочи. Сволочи. Они могут еще и добить. Да, скорее всего так и будет. У меня-то одну затоплено, но там еще три. Ученичество открыли. Ну, пойдемте, наверное, в образование. Раз такое дело, что-то у нас вообще с учеными. О, у меня хорст в будущем ходом ученый. Идутся семья в ордове. С квери для этого района со священным местом. Это вряд ли. Бонус кверы для этого района. Но мне так-то три хода. Я так же науку. То есть мы священном масле на 9. У меня только 8. Одна только через 10 ходов вырастет. Боже, там еще квадриремы. И здесь еще поселенцы построим. Когда у нас там... О, героический век следующим ходом. Отлично. Откуда еще? Следующим ходом через ход. Обработаю. Или вырубить. Вообще, надо бы уже Магнуса пересаживать, конечно. Так. Это у нас пойдет город. Наверное, прямо на железо поставим. Вот сюда. Чтобы еще сюда город влез. Здесь делаю такой. Тут снизу у меня будет куча ферруха. Такая длинная. Ну что, 60 ходов все, как все. Как обычно. Все в героический выходит или есть? Кто-то. А, у нас тут неудачники. Алейнора, Мапучи и Индус. Они не добили его. Неудачники. Мапучи еще и второй раз в нормальный век вышел. Здорово. Паретим генд на смерть. Выжил, да. Мечник выжил. Ей. Надо ему героя выдать. Феодализм открыли. Что тут у нас? Новые строители. Два действия. Нет. Пойдем, наверное, в службу. Ну, у меня 10 жителей нету ни в одном из городов. Блин. Придется так открывать. Что-нибудь менять тут будем? Нет. Что-то было. Леонора неудачница, не понимаю. Ну, что, ставить сюда? Расскажите, посмельнемся вместе. Давайте, наверное, поведу. Ученого забираем и торговца забираем. Так, когда там вообще прибудет Амань? Еще один ход. Ученый. Так, ученый, я так понимаю, в священном месте только можно использовать. Ну, вообще, давайте отправим все равно посла, чтобы уже начал работать. Ну, можно где-то здесь город поставить и священное место организовать. И вообще, в принципе-то, два города священных можно попробовать через веру тоже поиграть. Тут вообще, у меня столько вариантов. У нас там какое-то напряжение все. Голосуем за Египет. Предлагаю стоимость производства и приобретения военных юнитов за производство увеличена на 100%. Чтобы охладить пыл воинствующих ребят. Торговые пути, проложенные к выбранному игроку. Ну, давайте за меня проголосуем. Правда, Эль. Может, за Горго? Конго, тупо твой выход. Голосуешь за меня, ловишь профит от караманов. Нет, я голосую за Горго. Конго, ты хочешь дружить, давай объясни. Голосуй за меня и будет. Я уже проголосовал и дружить хочу. Кто? Кто голосовал? Так, и конечит. Египет, Альфи, Инвиктус. Ну, тогда... Ну, мне надо кого-то выбрать, для кого. Голосовать кого-то. Тут Горго, видимо, будет в союзниках, я так думаю. Мапуча... Не очень как-то выглядит. Я за тебя голосую, Конго. Спасибо. Кто голосовал? Да я уже проголосовал. Да вот результат. Внезапно вообще индус. А кто это там за индуса так усиленно голосовал? Индус. Сам индусы голосовал. Ну, дополнительный этот... За производство, да. Нет, промышленную зону здесь не надо. Давайте театральную здесь поставим. Так, по науке мы... С тремя, массовое производство. А, ну, я выкину. Ну, давайте паузу. Блин, обидно. Вот даже не поныть в этой игре пока что. Ну, конечно, еще не все закончено. Давайте, может, книгопечатание пойдем. Я бы за предку попробовал поставить. У меня два универа для... А, пожите, я универ-то открыл? Да, универы я открыл. Надо универы строить. В этом городе давайте кампус. И универы. Ёжик. Собственно. Я тут. Давай договоримся. Если ты мне останавливаешься теорию, то я и не буду убивать. Если ты больше перей купать, то я... Договорились. Ну, я до шести забил. Университ стоит 500. Там я бы накопил. Давайте вот здесь в очередь поставим универ. Где бы мне священочку? Программировать еще квесты. Поэтому они очки пойдут. Это не с целью. Так, я не встретил Альфа, Влада и Инвиктуса. Меня не встретишь. Я в такой... Ты не захочешь сюда плыть? Да я не на море, в общем-то. Не плыть. Я не могу плыть, только ходить могу. Пиши в мегарсах. Возможно встретиться. Не с кем. Египтян. Египтян, наверное. Так. Ну, ставлю тут город. Булонь. Так, что у нас с городами-государствами? Там Аммани. Сюзерен неизвестный игрок. А что вообще Хатуса дает? Твоя единица из каждого из стратегических рисков, которые были открыты, но не имеют ваших улучшений? Ну, вообще неплохая штука. Ну, мне, конечно, в первую очередь... Ну, вообще, мне туда пока не надо посылать посылать. Мы вроде договорились. То? Вышли. Ну, что ты тут по побережью города хочешь ставить? А, блин, мне надо покупать, кстати, за веру. Это же мои города. Не, ну ладно. Может, я же не селился купить? Тоже, что же будет? Там тундра есть. А я действительно мне не посыл. Так тундра, как там клетки 1-1? Как там селиться? Ну, ничего. Поселенец туда идет. Всегда можно придумать решение. Здесь надо какой-то город ставить. Я же чуть ли не лезу. Тут где киты. То есть тут надо где-то... Давайте в Марселе куплю за веру поселенца. Ну, началось. Метку на Лешу срочно, сейчас выезжаю к нему. Выплываешь. На Google Maps метку, прям конкретно. Ну, что, может начинать уже... Надо сначала... Греку посылать... Потом путь, потом только ты уже... Караванчики, легкий путь. Давайте в Мекене. Пойду этим ученым исследовать территорию. Египтяне, на что, если я тебя обращу в свою веру? Ты будешь против? Просто мне никого обращать, к сожалению. Или ты, это Конго. Конго не может. Конго-крабит. А, точно, ты же Конго, я либо там бонус. О, так я тебе в гриду. А, я хотел тут вообще купить. Я скоро грейдену чуть-чуть, у тебя у нас там много приятнее. Защитник Веры? Ну, я только знаю. Ну, блин, там... Защитник Веры только на 1-й раз. А, следующий Конго? Да, Конго. Да ладно, опять кто-то вылетает. Почему? Ну, у меня золо. Значит, кто-то меткой ставит. Одно из двух. Либо кто-то вылетает, либо кто-то меткой ставит. А, я удалял метку. Если удаляешь, может быть, тоже... Тоже, конечно. Прости, мне нужно было ее удалить. Она мешала. Ну, вряд ли. Поставьте метку на Влада, пожалуйста. Пойду. Начинаем. Война. Средневековые ярмарки. Так, ну и давайте союз с Греком. Опять пошли. Ну, у меня, конечно, лагает все. Кто там ставит метки или что? О, отлично. Типа просто троллят. Не, у меня крашнулось цело, все. А нет, не крашнулось, слушайте. Не, короче, у меня подвисает все дико. Если кто-то ставит метки, то спасибо вам большое. Просто дикие лаги. Да, по-моему... Грека, когда ты... Грека, когда ты в союзе выйдешь? Я уже вышел как бы... Ну, я тоже вышел вот следующим ходом. Питянина, ты тоже уже в союзах, да? Да. А какой-то с Конго, или вы еще не заключили? Я еще не заключил. А какой ты хочешь? Я бы здесь универ купил машину. Может, Конго сильно его хочет? Или строить все-таки? Или купить? Нет, тут, наверное, все-таки надо центр коммерции. Это с кем? С Египтом. Давай экономический. Такой ты, конечно. Да, что денег мало. У меня вообще денег не отдавал. Я буду экономический заключать. Или промышленную зону. Здесь как-то производство. Нету. Неизвестный игрок. Я тебе этого не прощу. Ручка, какой стоишь? Культурный. Культурный веки. И я хочу культурный. Нам лучше с тобой культурный запрещать, чтобы ограничить. Ну да. Или копить деньги на их. Папа, что с тобой делают люди? Просто у меня кидает. Я к ней увел от корга, он уже меня кидает. Я не кидаю, но культурный союз мне выгоднее заключать с... Готов, любой другой. Блин, что-то реально подвисает открытие. Этих. Как говорится, я не кидаю, но кидаю. Так. Фонго не хочешь культурный. Здесь надо говорить. Смотрите, какие лаги идут. Ну, давай кинем. Все там, британец, когда союз. Ну, если успею, гордо 10, будет два хода. На всякий случай сходим, проверим. Так, этот ученый сюда бежит. Этот мечник возвращается. Давайте, наверное, все-таки построим тут у него. Или, блин, промышленную зону. Я могу тут передать клетку и промышленную зону здесь сделать. Давайте, наверное, даже так и сделаем все-таки. Потому что тут нет улучшений для промышленной зоны. Нормально. Какая-то хорошая ромашка. Вруанье, центр коммерции, пора организовывать. Где был раз под носа, утащили. Дали. Война. 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 Ферус, мы без приватных сообщений играем. Не знаю, бан. Я думаю, идти мне сюда вниз, не идти или подождать. Хорде Сакс, ты прям чувствуешь. Да мне просто жалко, как вот так, блин, мучается человек четырьмя городами, просто непонятно. Ну, я прямо скажу, Грек, мне его пилить, как бы, мне только есть один город, его забирать. Ради этого что-то мучиться я не хочу. Так. Так. Этот сюда идёт. Здесь лошадок обработали. Ну, тут кампус нормально вообще встанет. Конечно, но пока мне тут нечего. Ладно, амфитеатр построю. Давайте вернёмся в Париж всё тут обрабатывать. Вот это всё вырубать надо. Поэтому давайте Магнуса с Пингалой поменяем местами, короче. В Париж, Пингалу, в Бордо. Поэтому подождём. Магнус много с тобой тоже. Скидай. Просто подождём. Так, куда вот этого поселенца мне? Так, этот сюда, да, этот сюда. Больше пока этот там ставится. Какие-то звери. 14 очков. Он Виктуса охренел. Тут город стоит. Виктус, оставь учёных в покое. Ну, надо куда-то вот сюда везти, наверное. Правда, ресурсов... Нет, тут нормальное место. Ладно, иду сюда посила. Прям ставлю автоматом, чтобы бежал. Тут проблема вот с этим местом, что тут негде... Тут нет воды никакой. Единственное, я могу попробовать поставить рядом с чудом, здесь вот на побережье, где стоит лучник Мапуччи. Ну, давайте. Лян. Горжик, не покупай мне антиохи, у меня с баблом. Я же тебе сказал, я не трогаю её. Просто и квест какой-то выполнился. Я тебе предупрежу. Давайте купим ещё раз строителя. И, наверное... Только у тебя не пошла, наверное. Нет, мы пошли. Знаете? Знаете, Мокшу в Руан. Что я не трогаю. Где он? Вот. Всё, наняты все чувачки. Нанмадол пока не хочу сузеренить. Так, средневековые ярмарки открыты. Дипломатическую службу пойду. А средневековые ярмарки что дают? Поселенцев можно убирать. Соседство театральной площади. Два жилья. О, новые строители. Ну, не сейчас. Не сейчас пока. У меня какого-то СССР зачуханного континента. Может, соседство для театральной площади? Где пустыня и тунка. Ну, не так уж и много мне добавили, прямо скажем. А, я так книгопечатание открыл. Ладно. Давайте запретный город строить. 17 ходов. Вообще, я бы тут, вот тут построил сейчас. Давайте откладываем производство. Значит, откладываем производство. Здесь три хода ждем. Пока пропускаем ход. Ждем. Ждем прибытия магнуса. Давай с тобой культурный магнус. У меня уже есть культурный кидай этот. Ну, какой там. Варвары там где-то лютуют. Да, ну тут куча тундры, которую я не буду, конечно, заселять. Я бы, наверное, еще вот тут все-таки около этого габустана поставил город. Он, в принципе, нормально будет расти. И священочку тут можно организовать. Тут очень неплохие, смотрите, черепахи. То есть, я бы вот сюда поселенцы еще сделал. Точнее, купил бы залиру. И ректу, да? И экономический. 265. Давайте подождем. А, все. Так, здесь откладываем производство. Что в Лионе строим? Универ. Нет, не хочу. Промышленная зона. Может, промышленную зону? Вот здесь хорошая промышленная зона. Ну, тут, наверное, промышленную зону лучше в Бордо построить. Тут будет соседство. Смотрите, раз, два, три, четыре этих... Четыре холма. Тут будут очень хорошие соседства для промышленной зоны. Так. Промышленная... То есть, сейчас, конечно, плюс один, но в будущем... То есть, это плюс пять-то сам будет, на самом деле, промышленная зона будет. Так, Магнуса ждем. Следующим уходом здесь надо будет убрать. Промышленная зона завершена. Мастерскую. Может, ее купить здесь? 390? Нет, лучше... Ладно, на университет лучше накопим. Тут универ купим. Здесь он строится. Один источник селитры, и на нем уже сразу стоит Ларошель, я так понимаю. Да, селит... Вот, тут дофига всякой селитры. Железо. Ну, расселяемся, расселяемся. Что делать так? Экстреме откроем, ладно. В лимонже давайте гавань. Надо китов обрабатывать. Денег. Правда, денег нет, ладно. Я хочу универ купить для начала, поэтому все-таки зря я сюда выплыл. Давайте здесь... Блин, давайте здесь фермы, что ли, построим. Марселе гавань завершена. Маяк. Париж откладываем производство. Тут везде все... Ага, в Ларошеле построилось. Амфитеатр. Амбар. Не нужен. Монумент. Водяную мельницу, может? Тут все-таки... Имеются... То есть я хочу вот здесь запретный город в этом месте строить. Имеются какие-то... Да ладно, давайте водяную мельницу. Нидерланды. Инвиктус, здорова. Да, тоже привет. Виктус, дай денег. Виктус, дай денег. Виктус, дай денег. Очень надо. Вереги. Вереги всем нужны. Вереги. 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 Нет. Эти по сравнению развитию. Так, 72 дня, 87 науки. 116 у Конго. неплохо 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 с культурой что 54 культуры у меня даже даже больше всех внезапно это хорошо а еще тут я коплю веру на посела деньги коплю на универ в тулузе так убираем улучшение кого повысим но может уже пингалу тогда на ценителя и городок настроил просто жесть алексей городок и настроил просто идеально да он такое любит города строить бак какое-то отображение на армии 4 города так банковское дело давайте нормально так вот те человек находит и сразу пора его убивать деньги просил так если меня насчет убивать а что у тебя деньги просить так заканчиваем ход но нет да давайте тут фермы пока я делать а египет 77 силы это что вообще 101 не надо альян так сначала это собираем строить ставим запретный город и вырубаем проверим к этому городу все относится до вырубаем 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 пингала в бордо так здесь покупаем универ сколько тут уже хильдегарду бинген скую захватили побежит сколько нам стоит нужно для поселенца 265 ну еще хода 4 так понимаю как этого мы поставим здесь ну не знаю уже я думаю достаточно будет для расселения пока тут я здесь вот поставлю около габуста на на этом пока все будет ёжик да сейчас эти монументы везде поставим тоже культура ваше придворная дама тифэн услышала на балу что цивилизация конго заключает союз с нидерландами у вас не обманывает так что у нас религиозной победой 29 24 веры ну тут немного я так понимаю с военной но в соседях вот горга что-то там наращивать но я думаю что этот мапучи скорее надо волноваться чем мне по науке 96 108 у меня вообще зашибись культура опять же 52 у меня 65 благодаря нам маду ау 73 у египта 73 тоже наверно где-то там должна быть гэгэшка культурная видимо так ну давайте в темный век падает у нас уже универ поэтому можно сюда в хатусы и будет универ давать науку 99 так вырубаем здесь относится же к парижу да относится здесь делаем шахту здесь делаем шахту здесь вырубаем 4 хода это дополнительная карточка универсальная запретный город это очень хорошее чудо и его имеет смысл всегда пытаться построить нужен ли мне тут акведук я думаю что не нужен давайте торговца здесь маяк завершён давайте центр коммерции или амбар лучше давайте амбар чтоб рост был когда там киты добавится и добавится ли они вообще 6 ходов ладно пойдем китов обработаем так и быть купим клетку из руана блямя до города города грека исследовать давайте в родос отправлю надо кстати знаете кого сделать привет еще одного скаута часть стрелка разведчика в данном случае стою пока тут постою на краю на добрые над рекой не могу пошевелить так давайте массовое производство а потом индустриализация а если лес можно штенки вырубить то он бонус потеряет да за соседство конечно на этом пока все для спонсоров канала продолжение наверное уже выложено а для обычных подписчиков продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока всем пока и и и и